Дорогие друзья, здравствуйте! Это передача «Человек и вера». Мы все являемся такого важного процесса, как воспитание подрастающего поколения. Именно эту сложную тему мы хотим сегодня поговорить с нашими гостями. Через телемост мы связались с Гетиновой Мариной Гусеновной. Она кандидат психологических наук, преподаватель кафедры педагогики и психологии Дагестанского института развития образования. Также с нами на связи Кебедова Рамазан Магомедович, заместитель имама центральной джума-мечети города Махачкала. Уважаемые друзья, коллеги, здравствуйте! Ассалам алейкум! Все мы, находясь в период самоизоляции в таком формате, конечно, сталкиваемся с такими вопросами, как воспитание подрастающего поколения. Многие родители жалуются на то, что дети непослушные. Они с этим вопросом столкнулись в тот период, когда им самим пришлось помогать детям учить уроки через онлайн. И у многих возникает очень много вопросов. Поэтому мы решили вас сегодня собрать и поговорить на данную тему. Как правильно воспитать детей? Сделать так, чтобы они стали достойными представителями нашего общества, чтобы мы все могли ими гордиться, и чтобы они были на верном, правильном пути, приносили только благо и добро нашему обществу. Давайте сначала, Рамазан Магомедович, вы как религиозный деятель, заместитель имама центральной мечети, скажите, пожалуйста, вообще, что говорится в исламе о важности воспитания детей, в правильном русле? Как это все нужно выстраивать? Мы должны понимать, что ислам, конечно, уделяет воспитанию детей, правильному воспитанию детей очень большое внимание. Когда мы говорим, что ислам уделяет этому внимание, это что подразумевается? Опять-таки мы видим, как Пророк, салалу алейкум, на своих примерах, на своих словах и действиях показал нам важность этого, такой момент, как воспитание детей. Одним из таких изречений, прямых изречений Пророка, салалу асалам, указывающих на воспитание важности его, Пророк, салалу асалам, сказал, что отец, ну или родители, в общем, не может оставить лучшего из того, что он может оставить в своем потомстве, ничего лучше, чем хорошего, достойного воспитания. Это одно из самых важных, действий. Вместе с тем, что Пророк, салалу асалам, опять-таки, занимался очень такими важными делами, политическими, военными и социальными, вместе с такой загруженностью Пророк, салалу асалам, уделял этому очень большое внимание. И он говорил, что и указывал на то, что дети, даже хоть они как бы малы не были, они тоже это отдельный человек, отдельный индивидуум, тоже нуждаются в правильном воспитании. И это он все на своих действиях, на своем примере показывал. И много, когда мы замечаем, сегодня вот люди жалуются, мой сын так ведет и так ведет. И мы начинаем углубляться, изучать, расспрашивать, на самом деле, сами родители признаются, что да, я, бывает, срываюсь, я, бывает, не веду себя достойно. Они же повторяют все то, что мы делаем. Все то, что мы делаем. Элементарно, вот сегодняшний пример, вот живой пример. Один очевидец говорит, я случайно как-то заметил, в общественном транспорте женщина сидела и читала книгу. Рядом с ней сидела тоже маленькая девочка, тоже читает книгу. Меня это удивило, говорит, я сказал, как вы смогли добиться того, что ваш ребенок не просит телефон, не сидит в телефоне, как обычно у нас что бывает, игры, мультфильмы, пока доедем от пункта А до пункта Б, мы как-то отвлекаем ребенка от телефона. А спокойно она сидит, рядом с вами читает. Она говорит, эта женщина ответила, она повторяет все то, что я делаю. Вот это основной принцип, который Пророк сказал сам на своих примерах, просто дал нам понять, что это хорошее воспитание, это то, что твое отражение. Да, действительно, очень важный момент, на который стоит уделять внимание каждое из нас зеркало для нашего ребенка. Теперь давайте я спрошу Марину Гусеновну, скажите, пожалуйста, вот что вы можете рассказать, рекомендовать нашим телезрителям, «Как родителям в период самоизоляции выстраивать взаимоотношения с детьми?» Уважаемый представитель муфтеатра, как правильно заметил, естественно, это как истина, проблема даже не в детях, а проблема в родителях. Проблема в родителях, потому как дети копируют состояние, эмоциональное состояние родителей. Почему? Потому как наше эмоциональное состояние передается ребенку. Наше поведение ребенок копирует, хотя потому что у него критическое мышление не так развито в детском возрасте, как в юношеском или подростковом. Поэтому все, что происходит в семье, это копируется детьми. Но я хочу сказать, что проблема даже не в том, что дети не хотят учиться, а в том, что в большей степени это дети тех людей, которые большей части разочаровались в образовательной сфере, образовании своей. И многие люди, имея дипломы в руках, они оказались невостребованы в своей профессиональной деятельности, и поэтому негативное отношение к тому, что общество требует и происходит изменения в общественной структуре, отношение к учебе немного изменилось у самих родителей. Поэтому и отношение детей к учебе, к саморазвитию, к самопознанию и вообще интеллектуальном развитии тоже изменилось. Это тоже как бы есть результат тех изменений, которые были в 90-е годы, тысячные годы. Что касается самоизоляции, конечно же, эмоциональное состояние родителей передается если детям, то обязательно надо обратить внимание на свое эмоциональное состояние самим родителям. В большей степени это женщина. То есть эмоциональное состояние в семье зависит от женщины, от матери. Насколько тревожно, насколько неспокойна мать, такое же состояние будет и у детей. То есть эмоциональное состояние мамы передается всей семье. Что касается рекомендаций, как вы говорите, в период пандемии, ну, наверное, многие видели, какие есть общие рекомендации психологов. У каждого члена семьи должен быть свой угол, ну, комнате, свой уголок, своя территория, как бы, да, где он чувствует себя хозяином. Еще рекомендовала бы минимизировать восприятие негативной информации по СМИ, потому что информации много, разного, и чтобы уметь выбирать, мы должны, наверное, быть готовы воспринять более один-два канала, но не более, потому что наплыв негативной информации выпивает из колеи, и избыток или недостаток информации тоже приводит в панику. Жить, не выходя из закрытого помещения, общаться больше, чем ранее привыкшая, да, семья, семейные отношения, они накладывают, конечно, эмоциональную нагрузку, потому что раньше отвлекались, меняли сферу деятельности, а в семье, в доме невозможно это делать все время, как бы в замкнутом пространстве, поэтому сфера деятельности изменения тоже как выход из-за ситуации стресса. Очень много я бы посоветовала время, которое есть у нас в самоизоляции, потратить на саморазвитие. Как говорится и в религии, вот у фону лидера, как сказал, из духовного управления, саморазвитие, оно стоит на, как основа развития личности вообще в религии. Поэтому я думаю, что очень много времени, которое у нас есть, самоизоляции, можно потратить именно на саморазвитие личности. Это чтение книг, опять-таки мы должны знать, что дети читают, естественно, праведные книги, книги, которые имеют позитивные какие-то развивающие навыки, фильмы, которые тоже дают информацию. что касаемо отношения в семье, если родители в семье ругаются, эмоциональный накал или эмоциональное состояние ребенка, естественно, требует выхода. И он этот выход ищет в чем-то или в ком-то. Если он не может ответить родителям, то он, естественно, будет транслировать свою агрессию на более слабых людей, детей, животных или уходить в игры компьютерные и так далее. Это, опять-таки, скажем так, недовольство реальностью человек уходит в аддикцию, то есть уходит в свой виртуальный мир, в котором он иногда застревает. Я всегда обращаю внимание на нравственное воспитание детей как основу, потому что интеллектуальное развитие может быть в любом возрасте, а нравственное оно должно быть заложено до подросткового возраста. До 7-8 лет закладываются все нравственные принципы ребенка, и ребенок хотя бы до 12 лет воспринимает как чистую монету то, что ему говорят взрослые. А после 12 лет даже у родителей нет возможности повлиять на ребенка, потому что у него есть один единственный способ, это личный пример, к которому не все родители бывают готовы. Поэтому этот личный пример потому что у него уже критическое мышление у подростков, у взрослых детей уже свое мнение, свое ценности, свое мирозрение установленное, и оно не так-то быстро меняется, как казалось по родителям или как хотелось по родителям. Но самое главное в основе психологии это развитие сильной личности, которая имеет свое мнение, свою стержень, которая имеет свои ценности и может отставить свои ценности, которая не повлияет или не пойдет на поводу улицы. Вот это есть самое главное, самостоятельность и сильная личность. Скажите, пожалуйста, Рамазан Магомедович, вот скоро будет у нас период каникул, как провести детям каникулы, какие ценные советы, это свободное время, чтобы они просто не тратили сидя за телефонами и так далее, чтобы какое-то реальное, позитивное они извлекли для себя в этот период. В период каникул, конечно, обычно дети предоставлены сами себе улицы и так далее, и нету этих занятий, уроков, изнуряющих их, полная свобода и так далее. Но уже на протяжении уже немалых лет, более десяти лет, это в первую очередь начал практиковаться в центральной у нас здесь мечети, такой проект, как летние курсы для детей, обучающие летние курсы для детей. И в последующем все больше и больше и почти даже в каждом селе, можно сказать, эти курсы были налажены, систематизированы, были определенные программы, и когда эти дети, родители спокойно могли до обеденного времени отправить детей в мечети. Там были преподаватели, они были заняты теми вещами, которые нам советует психолог. Большей части работа над детьми, над нравами детей, воспитание нравственных качеств. Когда они вместе сидят, находятся дружно перед учителем, проходят уроки основные азы ислама проходят, и опять-таки в контакте с другими детьми, когда сталкиваются с теми какими-то ситуациями, недопониманиями, эти же учителя, эти же пастыри, они на живом примере показывают, как себя вести, как это по религии правильно, и так далее. И вот такие закладки в течение трех месяцев они проводились, это была такой доброй традицией. И ввиду того, что в этом году опять-таки у нас такая ситуация, мы это тоже как-то продумываем, и онлайн решение проводить. Опять-таки онлайн уроки, любые желающие подсоединяться, вот так же как в школе дистанционно делать. Но если позволит ситуация, будет возможность, конечно, хотелось бы вживую это быть, но опять-таки будет мы готовим такую возможность проводить, если нет, не получится в мечетах, то хотя бы онлайн решение этим занять. У родителей есть большая возможность опять-таки этим завлечь детей. Как бы помощь воспитания для родителей. Да, действительно, очень важно увлечь детей, дать им полезную, правильную информацию, чтобы они потом могли ретранслировать в своем поведении нужные и правильные навыки, чтобы они приносили пользу людям, чтобы от них исходило только добро, чтобы они были готовы к тому, что когда-нибудь, если им предложат принять участие в каком-то недостойном каком-то действии, чтобы они смогли сказать нет, если им кто-то предложит употреблять наркотики, сигареты, алкоголь, чтобы они могли сказать, что это не дозволено, что это плохо, и могли отстоять себя и свою честь. Проводя такие курсы, мы не только ограничивались тем, что просто какой-то урок, банально не какой-то, мы старались каждую неделю чаще, как можно чаще привлекать общественных людей, спортсменов, видных людей, которые являются каким-то авторитетом для этих детей. И они в живой дискуссии, разговоре, задавая вопросы, вначале они как-то мотивировали, призывали к хорошим действиям, и это тоже давало большой эффект. Поэтому в таких моментах тоже большая работа велась, и вот такие возможности есть у родителей тоже. А эти дети видят для себя тех людей, которые добились высоких целей. Опять-таки, даже олимпийские чемпионы проходили, и они тоже, когда на своих примерах показывают, это очень сильно влияет, дает положительный эффект. Марина Гусейновна, вот ваши тоже рекомендации, очень коротко у нас время поджимает, как проводить с пользой время каникул. Я бы посоветовала познакомиться со своим краем, регионом, городом, поселком и так далее. Знакомство иногда бывает удивительным. Рядом живущих мы не знаем, рядом находящихся мы как бы не в курсе, кто они. И на сегодняшний день я бы сказала, что героями является каждый врач, каждая медсестра, каждая санитарка, которые борются за жизнь каждого пациента и клиента. И патриотизм вырабатывается вот в таком уважительном отношении не только к фронтовикам, слава Богу, они у нас есть еще, и тех героев, которых мы знаем, которые и современности, и спортивные герои, и уважаемые лидеры политики, и те люди, которые заставят детей уважать по заказу никого невозможно. Ребенок может уважать только того, кто живет правильно и хорошо, то есть правильно, честно и так далее. И вот эти качества есть в тех спортсменах, которые как бы добивают успехов своим трудом, своим усердием, и поэтому в этом отношении, конечно, дети, мальчики, наверное, больше потратят время на спорт и изучение исламских дисциплин, девочки на познание себя, своих личностных каких-то качеств и саморазвития. Вот именно на саморазвитие я всегда обращаю внимание, потому что в исламе увеличение имана это есть как бы знак равенства знаний интеллектуальных. Поэтому интеллектуальные знания, приобретение этих знаний, так же, как было в священной книге сказано, читай первым, да, слово, это есть развитие личности, гармоничной личности. Я бы посоветовала именно потратить время на просмотр фильмов, книг, которые помогают остаться на плаву без стрессогенных факторов и развития личности гармоничной. Я хочу поблагодарить наших гостей за ценные советы и рекомендации и пожелать им успехов в деле воспитания подрастающего поколения, потому что это очень важно сегодня, всегда это будет темой номер один, потому что будущее зависит от наших детей, от того, какие ценные навыки мы им сможем привить в раннем детстве. Дорогие друзья, это была передача «Человек и вера». Мы с вами прощаемся. Берегите себя и родных. Да хранит вас Всевышний. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова